Меня зовут Рината Шаева, руководитель хозяйства Доброго Пута. Находимся в городе Поворече, в Краснодарском крае. Занимаемся выращиванием ягод ежелики на свежий рыб. В докладе хочу рассказать свой личный опыт при захватке насаждения ежелики, о трудностях, с которыми мы столкнулись, с допущенными ошибками и путями их решения. Наша ягодная плантация была заложена в 2018 году. В Краснодарский край наша семья переехала из Тула в 2015 году, прихватив с собой мечту однажды стать фермером. Не имея агрономического образования и опыта возделывания никакой культуры, расчет был сделан на выращивание томата в закрытом грунте. Имея за плечами опыт работы с металлом, в Туле у нас и бизнес по производству малых архитектурных форм, мы успели свести первые тысячи квадратных плочной теплицей и осознали, что находимся в Кубничном крае. Поразмыслив, мы поняли, что акцент на томаты будет неактуален в этой местности. Перекинули свой взор на ягоду. К тому периоду Белореченск становился классным по выращиванию клубники, что, собственно, впоследствии и привело к узнаваемости бренда Белореченской клубники. Мы начали поиски для альтернативного использования уже готовой теплицы. Наш взор упал на совместное выращивание клубники и винограда. Посетив одно известное хозяйство ближних зарубежьев, где применялся этот опыт, руководитель уделил нам время, понял, что мы вообще нелёбые ягодопостки. И посоветовал, и понял, что мы вообще нелёбые, и из лопатопорачивания у нас только лопатоподоконники. Предложил нам посадить ежевикл. Он сделал акцент на то, что эта культура неприхотлива и устойчива к заболеваниям. И ягода востребована при достаточно высокой цене. Прислушавшись к данному совету, начали искать проезжевикую информацию. На тот момент, 7 лет назад, мы буквально по крупицам собирали информацию. И эта культура нас только пособлазняла и манила. По образованию я учитель иностранных языков, супруг имеет два инженера в образовании. Мы в дальнейшем даже не предполагаем, насколько нас затянет сельское хозяйство. У нас было два пути. Посадить экспериментальные сотки, изучать культуру и использовать ручной труб. В итоге потерять кучу драгоценного времени. А второй путь, собственно, по которому мы и пошли, и не пожалели, это засадить большую площадь, приобрести средства механизации, также изучать культуру, но не иметь людей вступления, потому что наклон было поставлено слишком много. Одним из главных факторов являлось то, что с большим объемом ягод мы будем более востребованы. При закладке насаждений у нас уже была куплена земля, но анализ воды и почвы мы не делали. Стояла задача подбора сортов. Характеристики сортов мы изучали. Таким образом, в 2017 году нами были закуплены 4 сорта. Мы подбирали их так, что плодоношение длилось с 10 июня и до конца октября. Для нас существенным являлось то, что ягода ежевики должна быть вкусной, легкой, транспортабельной и красивой. Хочу отметить, что саженцы ежевики приобретали здоровые, сортность совпадала, выпад при высадке составил 1%. На площади в 2 гектара нами были заложены следующие сорта. Карако-блэк, бжезина, кайова и черной магия. Сложность состояла в том, что эти 4 сорта были разные во всем, вот до 4 разных культуры. Опишу вкратце. Карако-блэк, новозеландец, самый ранний летний сорт, имеющий селющиеся побеги, наделен мелкими частыми шипами. Лоза достигает 3-5 метров. Ягоды вытянуты, конической формы, с богатым вкусовым букетом. Ягоды плотные, средний вес 8-10 грамм, длина до 5 сантиметров. Зимостойкость минус 16 градусов. Следующий сорт бжезина. Сорт польской селекции, ранний летний сорт. Отсутствие шипов, полупряморозный сорт с большой силой роста. Потенциал урожайности высокий. Вкус неоднозначный, хочу сказать, но с ним можно работать. То есть доработать вкус можно. Растянутые полоношения у нас до октября месяца. Черная глянцевая ягода, средний вес 6-8 грамм. Повышенная зимостойкость, минус 23-26. Следующий сорт каёва. Каёва это американский, средний сорт, полупряморослый, сильный в габитусах. Почу отметить, что это самый злой сорт и одновременно чемпион по размеру ягоды. Средний размер ягоды 13-15 грамм. Пикер достигал до 25 грамм. Ягода плотная, сочная, несистая, весьма транспортабельная. Зимостойкость, минус 23. Острая шипка на побегах и листве. Четвертый сорт – черная магия. Американский ремонтантный сорт, ошипкованный побеги и листва. Приморослый сорт с большим количеством побегов в замещении. Ягода сладкая, глянцевая, плотная. Средний вес ягоды 80 грамм. Зимостойкость, минус 12 грамм. В госзакладке плантации мы занимались выращиванием лозы, установкой шпалеры, организацией полива, обработками и пропусками. В наш первый полноценный сезон, в 19-м году, ежевика наградила нас урожаем сверх наших ожиданий. Ни для кого не секрет, что первый сорт самый сложный. Невозможно понять, что ожидаешь и к чему вообще приготовиться. Все приходилось организовывать на лету. На этом этапе мы столкнулись с первыми сборами. Параллельно искали пути реализации готовой продукции. Также было очень тяжело сохранить товарный вид ягоды, не имея холодильника, учитывая губанскую шару в середине лета. Не имея опыта взбыть ягоды и наложивания. В связи с покупателем мы в первый сезон имели неплохой ценник. Попадая под пресс бывалых перегубов, героически отставили свои интересы. Мы тот год вытянули и без накладок у нас не обошлось. 500 килограмм ягоды нам пришлось выгонять по причине того, что подводили покупателей. Около тонны ягоды ушло на рено, а остальное было реализовано успешно. По итогам сезона была куплена холодильная камера с установкой ступенчатого охлаждения ягод. В принципе, мы были довольны результатами первого года. Видимо, проблем на растениях не наблюдали и уверовали в то, что ежевика не болезнь. Насколько бы прекрасен 19-й год, настолько был фатальным 20-й год. Первое... Опачки. Не все. Все было настолько плохо, что уже фотографии... Да. Настолько был фатальный год, да? Первым не пережил зиму сорт Кава КП. Этот сорт однозначно закрытого грунта. Лозы в нашем климате в период зимовки подвержены и ссыханию, и антропнозу. При поднятии весной на шпалеру злом лозы составил 70%. Поэтому пришлось расстаться с этим сортом. Далее у нас остались спокойно три сорта, которые потихоньку стали выходить из спячки и распускать первые листочки. Но по мере увеличения весовой массы происходило убедание всего растения. Все лозы потрескались и засохли. В итоге еще чуть менее полутора гектаров пришлось выразить подбор. Так мы узнали, как выглядят дедимела и антропноз. Преодолев минуту отчаяния, мы начали все с нуля. Стали искать причины этого бедствия. На мой взгляд, были выявлены две основные причины. Первая. Отсутствие знаний по комплексной защите растений. На тот момент специалисты-то ежевики касаемо средств защиты растений и питания нам были неизвестны. Так как культура для России новая. Мы пользовались бесплатными советами агрономов в местных магазинах, торгующими агросредствами. Агросредствами и сами препараты покупали там же. Как известно, нет ничего хуже бесплатного совета. Что касается самой продукции, то она должна закупаться у официальных дилеров по избежанию приобретения подделки. Таким образом, хоть обработки не проходили регулярно, как показал результат, были в виде плацебо. И в данный момент могу сказать, что подбор средств защиты растений был абсолютно неграмотным. Вторая причина, которую усугубила первую, теплая и влажная зима в нашей местности. Условия для развития патогена, бактерий и грибов идеальны. И невозможность произвести профилактическую обработку из-за обилия осадков и большого количества ветреных дней. И как следствие, растение после зимнего периода выходит уже инфицированным. На том этапе мы начали использовать только проверенную химию у официальных дилеров. И поняли, что спасение насаждений ежевики... Спасение ежевики делал рук самого фермера. Я поняла, что пора отца может становиться агрономом и рассчитывать только на свои знания. В том сезоне нам оставалось работать только с ремонтантным сортом, который должен быть дать осенний урожай. С двух гектар у нас осталось только полгектара. Далее, намадив агротехнику с оставшимися насаждениями, в третьем ягодном сезоне в 2021 году, мы получили отличный урожай с сортами бжезина, каева и черной магии. В течение данного сезона столкнулись с тем, что сами себе стали конкурентом по ягоде. Поясню, почему. Это три разные ягоды по калибру, вкусу и цене. Таким образом, взвесив все за и против, было решено убрать два сорта бжезина и каева. Бжезина хороша до тех пор, пока она не плодоносна. Она обладает шикарным обижным цветением, прекрасной завязью ягод, но нас не устраивал вкус и то, что она печется на солнце. На сорт каева изначально была вообще сделана ставка, так как рассчитывали удивить все, рассчитывали, что такой дефобиной ягодой мы сможем удивить, и к нам будут стоять очереди. Но ее брали неохотно, отбугивая размеры. Хотя ягоды с гармоничным вкусом и отличной транспортабельностью. При работе с сортом каева работники наши шли собирать ягоду, неохотно, отбугивая, прошу прощения. Собирать ягоду шли вопреки желаниям, потому что этот ледник имеет громадные жестокие колючки, и возле следующего года мешали сбору. Люди в них попросту застревали, цепляя одежду и растирая кожу до крови. Это был самый затратный сорт по уходу и сбору. И на ветру хочу отметить, что ягода сама себя травмировала, насаживаясь на шипы. Итак, мы оставили один сорт, который стали возделывать на позднюю ягоду, параллельно засаживая освободившиеся клетки удаленных сортов. Наладили агротехнику, регулярно делали здание на агрохимический анализ, обработки, насаждение производим тракторов. Пустые растения растут пустые бизнес-фотошпалеры без притенения, без какого-либо мульчирования. Площадь посадки на данный момент составляет 3 гектара. Также мы понимаем, что зависим от погодных условий, потому что на третий год водоношения столкнулись с тем, что один сильный дождь досрочно закончил наш ягодный сезон. Рисковать мы не можем, и наша цель организовать пройдущие укрытия. Немногие, хочу отметить, что немногие работают с сортом черной магии, но мы на ней остановились. Она нам подошла. Ягоды довольно-таки крупные, показатель сахаристности по принципу 15. При грамотной агротехнике достаточно долго лежит, прекрасно переносит транспортировку, не теряя своих качеств. Также к этой ягоде проявился интерес у конечного покупателя. В итоге мы увидели, что у нас прекрасный геносостав почвы, подходящий к культуре ежевики. PH воды 7, PH грунта 7. По нашим наблюдениям, ежевик на юге России расширить можно, за исключением нескольких сортов. При достаточном питании и своевременном малилии, светет и образует зависть при температуре 30 градусов в тени. Пыльца не стерилизуется, отлично плодоносит до ноября в открытом грунте. Для летних сортов главной трудностью является пройти через зиму. Особенности климата Краснодарского края – это теплые, влажные, бесснежные зима с температурными качелями от 20 градусов до минус 5. С коротким периодом больших низких температур до минус 20 и жаркое засушливое лето с частыми суховеями. Культура в жаре устойчива. Были также периоды, когда проблемы с водой длились весь сезон, ежевика не поливалась. На тот момент это были узоренившиеся взрослые кусты, корни которых дошли до крутого вод на глубину 4 метра. Благодаря этому у выпадающей России нашим слезам ежевика росла и плодоносила. Просто других объяснений, выращивания, опыта выращивания с водой у меня нет. В конце подытожено, что ежевика культура стойкая, живучая и при должном уходе она отзывается на хорошее урожай. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Марина. Спасибо. Рината, спасибо большое за такой шевралный оплаты, за то, что вы делились опытом. Это очень здорово. У меня такой вопрос по трудозатратам. Вот в период как раз формировки побед, формировки, сколько у вас человек, когда, если можно, примерно по стоимости оплаты труда людям, потому что это очень важный момент, на этом будет очень много людей. Вот по вашему опыту, скажите, пожалуйста, с вашим сотрудником. Спасибо. Давайте расскажу, как мы работаем. По мере роста побед и замещений, люди приходят работать, приглашаем людей на обрезку. На обрезку на один гектар мне требуется от пяти до семи человек. Поставка у меня сформирована так, что ряды у нас длиной сто метров между рядами три. То есть нормировка у нас идет за ряд, то есть объявляют цену, то есть, допустим, у меня стоит обрезка 700 рублей, работает 7 человек, клетка у меня 24 ряда. А ориентировочно у меня люди работают там 7-6 часов. То есть, вы можете посмотреть, что человек за это время заработает там 3-3,5 тысячи. Далее у меня люди приглашаются на сбор, то есть мы пришли не только к такому шикарному форму, как я считаю, но наша была задача минимизировать работу с людьми. Потому что держать его в постоянных людей, это их надо занимать чем-то. А у нас так как клубничный край, и сами понимаете, что, я не знаю, если кто-то был в Краснодаре, в Белоречевске особенно, у нас очень много клубничных полей. И людей либо переманивают, людей не хватает. Что делаю я? Я хорошо плачу, можно так сказать. Поэтому людей обучаем, покупаем профессиональные инструменты, то есть делаем комфортную работу, условия работы. И вот, а что касается сборов, сбор у нас происходит, как вы видели, я слайд хотела перемотать, с 4 утра до 11, потому что далее у нас идет дичайшая жара. И люди руками травмируют просто-напросто ягоду, и она будет не кондиционная. На 1 гектар мы приглашаем 20-25 человек. Собираем в пластиковый корокс, спасибо, собираем в пластиковый корокс 500 грамм. По оплате за пластиковый корокс на момент 23-го года составлял 50 рублей. То есть 1 кг ягоды по сбору мне обходился в 100 рублей. Что по цене? Цена 23-го года, поздней ремонтантной ягоды. Сезон у меня длился с 20 августа по 20 октября, потому что далее мы захватили заморозок, после которого у нас до декабря было курсовая, считаю, плюс 20-25. Но мы все-таки попали на заморозок. Проработав практически 2 месяца, средняя цена у нас была 490 рублей. То есть мы ягоду забывали с поля. Оговорюсь, мы работаем на свежий рынок. У меня приезжают покупатели и забирают все с поля. Никуда я не езжу. Единственное, что по запросу я могу охладить ягоду. То есть уже по запросу клиента. Тут зависит от того, куда она поедет. Вот, ягода, цена ягоды, так скажу, в 23-м году варьировалась моя отличная. От 450 до 600 рублей. Спасибо. Лидия Андреевна, да? Спасибо большое за такую интересную информацию на ежедневеке, потому что это очень редкий доклад. Но все-таки на отношении этого сорта, хотелось бы для себя уяснить, почему в вашем хозяйстве он имеет плодную ягоду. Потому что по свидетельству автора сорта, это один из самых ягодоплодных сортов. Что вы делаете? Спасибо. Секрет. Я вам что хочу сказать. Фермеры, садоводы, ягодоводы, не бойтесь экспериментировать, потому что ошибиться это не стыдно. Мы также у себя пробовали многие сорта. Вы видите на моем ручке, сколько мы удалили. Самое главное, вы знаете, как правильно подобрать ключик нужно. И смотрите, играйте с поливом, смотрите дозацию, сколько вы поливаете. Открываем вам секрет, мы мало поливаем ягоду. Мы смотрим по обстоятельствам, по погоде. Я смотрю, что ей нужно. Уже непосредственно я на поле каждый день, вот считай, 25 часов в сутки, да? И я смотрю, что ей нужно, смотрю по состоянию. И, конечно же, проходим обработками у нас вне корневая и листовая подкормка. А так как ежевика, это в калии любимая культура, мы, конечно же, ее приберем. Коллеги, значит, за счет калии, да? За счет, конечно. Это же питание. Это питание, да. Ей непосредственно нужно питание. Без этого никуда. Самое главное, не переборщите и вовремя остановите азор. Коллеги, перебираем во время, ну, самое последнее время вам отказать не могу. Половина от вопроса. Отсмотрите, вы доставляете так далеко. Все-таки, допустим, интересует сам механизм. Допустим, у вас заказали ягоды, прямые продажи. Вы повезли, у вас или не купили, а дальше что? Ну, остаток есть какой-то. Евгений, да, спасибо. Но у нас такого не было. Ну, один раз у нас было, на стадии формирования нашего хозяйства, у нас не был настроен сбыв. Понимаете, когда люди приходят, когда я была нулевой, и я вижу этих же тоже нулевых людей, я сразу спрашиваю, а что вы хотите, какую вы ягоду хотите? То есть у человека должно быть понимание, куда он сбывает, на какой рынок, для какого рынка. У нас был такой момент, когда, понимаете, в далеком, в 18-м году люди у нас на Кубани не умели, по нашим понятиям, по фермерским, они еще не умели продавать эту ягоду. И был такой единственный случай, когда покупатель закупил ягоду, он попросту ее оставил в машине, так как называется, ну не термо, без вообще, без присмотра, оставил на сентябеке. И пошел, был выпускной у дочки, и он пошел гулять. Он ее оставил на ночь. На утро звонил, говорю, да, у тебя ягода-то вся красная. Я говорю, как красная? В общем, я приехала, посмотрела, я ее забрала обратно, отдав деньги. Тем самым, вот у нас появилась внука. Это был единственный случай. А так, у меня ягоду уже покупают заранее. Хочу вам сказать, что она в основном у нас, так как фреш-ягода, она идет на побережье. В этом году у меня ягоды попросту не хватало. Была аномальная жара, и все-таки проблемы, вот как я сказала, она завязывается. Но тот год был очень сильно аномальным, и проблемы с опылением она существовала. Вот, и ягоды у меня было мало. Ягоду просто разбирали. Мы, на самом деле, нам не хватало ягод. Вот, и был опыт, кстати, ягода, вот тоже, Лидия Андреевна, хочу вам похвалиться. Черной магии в 2020 году мы ее отправляли в Сибирь самолетом. Четыре ящика, да, 20 килограмм, отправили самолетом. Люди нас благодарили, сказали, отличные ягоды. Так что я... Да, питание, питание и полив. Не бойтесь, смотрите, экспериментируйте, да. Спасибо большое, Рената. Благодарим, доклад.